День с толком День с толком Депутата Госдумы от Алтайского края Николая Герасименко хотят лишить депутатской неприкосновенности. Это из-за ДТП, которое произошло летом. В июне, находясь за рулем своего автомобиля, Герасименко сбил в Москве 32-летнего мотоциклиста. Тот ударился об асфальт и получил закрытую черепно-мозговую травму. При этом депутат отметил, что травм никто не получал и сам он с места происшествия не скрывался. РИА Новости отмечает, что вопрос о снятии неприкосновенности Госдума планирует рассмотреть уже 24 октября. Якобы Герасименко в этом году уже 4 раза привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Мы попытались сегодня пообщаться с Николаем Федоровичем, но он не стал с нами разговаривать. Был занят. К другим темам. Первый за Уралом кожевин и завод «Русская кожа» открыли в Заринске. Его появление ждали вдвойне. Это новый резидент территории опережающего развития. Теперь в городе есть еще одно градообразующее предприятие. А у края развивающийся бизнес. Русскую кожу одной из первых поддержала Валентина Аскерова. Обычно любые очистные сооружения сопровождаются каким-то неприятным запахом, потому что идут процессы очистки, разложения. Так вот мы сразу предусмотрели закрытый комплекс и накрыли все резервуары. Поэтому у нас выбросов в атмосферу просто нет. И запаха тоже нет. И деньги не пахнут. Несколько комплексов очистки съедают едкий запах кожпроизводства. В Заринске открыли филиал Рязанского завода «Русская кожа», чтобы ежемесячно перерабатывать 600 тонн шкуры и выпускать 100 тысяч квадратных метров материала. Это один из примеров успешного осуществления вложений и инвестиций в экономику Алтайского края. Для того, чтобы это стало возможно, необходимо было, конечно, не только самоготовность инвесторов, не только наличие идеи, проекта и создание привлекательных условий для того, чтобы проект стал возможным к реализации. Их создали Кожевинный завод «Резидент Тассер» – территория опережающего социально-экономического развития. В рамках госпрограммы завод получил свыше 800 миллионов рублей, плюс несколько лет практически нулевой налог на прибыль, имущество и землю. А для русской кожи появление на Алтае выгодно вдвойне. Повысить нашу конкурентоспособность нашей продукции на рынках Юго-Восточной Азии. Мы сокращаем логистику практически в пять раз. Если сегодня продукция доставляется за 60 суток, то отсюда она может доставляться за 10 суток. Представленная кожа пока привезенные образцы. Крутящиеся барабаны, которые в будущем будут перерабатывать шкуры животных, работают для антуража. Торжественное открытие пока символическое. Предполагается пусконалочная работа и отработка технологии. А когда все-таки начнется производство? Мы планируем, что в четвертом квартале, то есть в этом году, мы запустим производство. Но четвертый квартал уже идет, и пока с запуском производства не спешат. Открытие завода, к слову, тоже планировали два года назад. Как нам пояснил временно исполняющий обязанности главы Заринска Сергей Иванов, сроки сдвинулись из-за документальных сложностей. СМИ упоминали долгий монтаж, климат. Тем не менее, это кожевенное предприятие в рамках страны первое за 20 лет. А это уже огромный плюс для легкой промышленности. Сырья здесь, в сибирском регионе, достаточно. И практически мы переходим в сельском хозяйстве, также к безотходному производству. То есть все, что производится в рамках мясного и молочного жертвоводства, те шкуры, которые раньше выбрасывались, к сожалению, зачастую просто на помойку, они будут перерабатываться, и здесь будет создаваться новый дополнительный продукт, будет создаваться в регионе добавленная стоимость. Пока здесь запускают первую очередь производство. «Краст» – это полуфабрикат. Это обеспечило работой почти 60 человек. А в планах трудоустроить около 200. Возможно, это случится с запуском второй линии продукции товарного вида. Она появится в течение трех лет, и именно этот продукт будет ориентирован на экспорт Китай и Индию. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. В перспективе в Заринск должно прийти пять резидентов. Сейчас заявлено три. Кроме кожевыйного завода – предприятие по производству хлебобулочной продукции и фанеры. Последнее в рамках ТАСЭР работает всего пару месяцев. А экономический эксперт Валерий Мищенко почитал, что если в стране всего 300 моногородов, укрепление позиций Заринска и включение автосерного Алтайска должны продвинуть экономику региона вперед. К слову, статус моногорода есть у пяти алтайских городов. Кроме Заринска и Новоалтайска – это еще Степное озеро, Яровое и некогда гигант промышленного производства Рубцовск. Но отвечают статусу, к сожалению, не все. У нас очень тяжелая ситуация во всех этих пяти городах. И не говоря уж про Рубцовск. Но в Рубцовске нет монопредприятия. Там, в котором был тракторный завод, уже молодой поколение даже не знает, что у нас был тракторный завод, на котором работало 25 тысяч человек. Таких предприятий сейчас нет. К другим темам. В Барнауле скоро появятся отдельные полосы для общественного транспорта. Это барнаульцы обсуждают в соцсетях. Мол, четвертую полосу мэрия создаст на проспекте Ленина и строителей. На их ремонт, к слову, в этом году ушла круглая сумма. И переоборудовать дорогу, на первый взгляд, нерационально. Правда, городские власти и сами не уверены, нужна ли Барнаулу полоса общественного транспорта. Идея отдельной полосы под общественный транспорт не нова. Но сейчас, кажется, за проект взялись всерьез. Но с автобусом и троллейбусом предлагают третью или четвертую полосу, которую сделают с нуля. Эта новость вызвала споры. Проще было бы движение. Вы по своей полосе бы ездили и все. А то же они ныряют туда, 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 сюда, туда, сюда. То вправо, то влево. Ну и как? Их тоже можно понять. У них что вот еще от графика, что они ныряют, где-то не успевают. Не нужна полоса нам. А почему? Будут пробки еще больше. Еще больше только эти будет? Дело лишь по Ленинскому, уже раньше полосу. Было еще хуже. Проект разрабатывает политехнический вуз. Ученые исследуют дороги города и выбирают участки, где отдельная полоса будет востребована. В основном самые оживленные улицы. При этом говорят, что такие изменения нужны в первую очередь пассажирам, чтобы добираться домой быстрее. Задача города не борьба с пробками, а борьба за время передвижения. То есть, если город обеспечивает короткое время передвижения между, допустим, домом и работой, то, соответственно, транспортная сеть работает эффективно. Автомобилистам новшество обернется пробками. А мэрии траты на разметку новых полос, покупку дополнительных камер видеофиксации, одна в среднем миллион рублей, и расширение дороги. Поэтому чиновники, хоть и разрабатывают проект, но с реализацией не спешат. Комплекс мероприятий очень большой. Это не просто взять, нарисовать разметку, нарисовать букву А, что это полоса для выделенных, для общественного транспорта и все. То есть, комплекс очень большой, комплекс очень затратный. И в первую очередь, необходимо определение целесообразности ведения данных мероприятий. Так что, возможно, городские власти сочтут проект неэффективным, и он так и останется идеей. К концу года власти должны решить, выделить ли отдельную полосу на проспекте строителей. Об остальных участках города пока речи не идет. Татьяна Голубева, Полина Жданова, Алексей Фризин. День с толком. Хлеб. Сегодня всероссийский праздник, посвященный этому важному и полезному продукту. Однако есть люди, которым пшеничный хлеб категорически противопоказан. На примере одной семьи мы решили рассказать вам, как живут и чем питаются больные целиакией. Крошка обычного хлеба и у Андрея болит живот, диарея или рвота. Все из-за целиакии. Это непереносимость глютена. Белок в составе пшеницы, ржи и ячменя. С пяти лет Андрей на строгой диете, как и его брат. Их мама покупает рисовую, гречневую, кукурузную муку в специализированных магазинах и печет хлеб сама. Она же готовит мальчишкам еду в школу, где нет отдельного питания. Говорит, в детском саду было сложнее. Ну, хорошо, что разрешали переносить с собой хоть хлеб к полднику детям. Бывали случаи, что за весь день ребенок может съесть только тарелку супа. Потому что остальное, например, на завтрак каша овсянка, на обед макароны, на ужин тоже какая-нибудь каша перловая. И все, мне ребенок голодный. Я обращалась, мне нам предложили только четырехчасовой день пребывания в садике без питания. Но учитывая, что наши продукты заоблачные, поэтому на одной зарплате мы не протянем. Учитывая, что у меня двое таких ребятишек. Целиакия, к слову, не лечится, но можно приглушить основные симптомы, подбирая особое питание. Есть у нас в ассортименте растительные продукты. То есть это на основе соевого белка, подсолнечного белка. Выглядит эта продукция в виде колбасы. Соевые продукты, это идут у нас уже и сыры. Есть сыры, прям конкретно безглютеновые, основанные на кокосовом молоке, паштеты разного вида. То есть можно все найти, и сладости найти, и прям полноценную, то есть еду, чтобы можно было закусить. Безглютеновая продукция обычно дороже. Например, специальные макароны в среднем стоят около сотни рублей. Рожки и ракушки для обычного потребителя – 30. 250 граммов безглютеновой мучной смеси в интернет-магазине стоит 143 рубля. Это как 6 килограммов обычной пшеничной муки. Выбирая продукты, больным целиакии советуют «Не уверен, в составе не покупай» и добавляют надпись «Безглютена» часто маркетинговый ход. Лишь этот знак гарантирует, что товар проходил экспертизу. Кстати, спрос на такую продукцию на Алтай растет. Врачи все чаще диагностируют целиакию. В некоторых регионах до одного случая на тысячу населения. Я знаю, что у нас в Алтайском крае тоже достаточно много таких случаев. Если, в общем-то, подобрали нормальный рацион питания, то они живут обычно нормальной жизнью, социально адаптированной. Сколько на Алтай больных целиакии точно неизвестно. Заболевание проявляется лишь когда родители начинают вводить прикорм. При этом диагноз ставят после длительного наблюдения. Татьяна уже давно поняла, для ее детей целиакия не приговор. Рома и Андрей успешно учатся в школе и общаются с друзьями. А для мамы диагноз сыновей – еще одна возможность побаловать их домашней выпечкой, приготовленной с любовью. А следующая история про барнаульскую семью, состоящую из мамы Ольги и 4-летнего Антона. У ребенка эпилепсия, он инвалид. Но встать в очередь на квартиру они не могут. У них нет статуса малоимущих. Получить его сложно, а условия почти невыполнимы. Например, многим мешают выплаты по инвалидности. Их сумма обычно превышает положенный доход семьи. Так случилось и у Ольги с Антоном. 20 тысяч рублей они тратят в основном на лекарства и аренду квартиры. Как выживают мама и сын, они расскажут сами. Меня зовут Заболотина Ольга Михайловна. Моему сыну 4 годика. Заболевание у нас эпилепсия. Мы снимаем квартиру здесь. Я подрабатываю, чтобы нам хватало и покушать, и одеться, и обуться. Тоже ребенку приходится. Так, сейчас сошьем куртку. Кирилл сломал замок. Кирилл сломал замок. Также я подрабатываю маленькой нянечкой. То есть девочки, например, есть особенные дети тоже, которые мама заболела, и тоже не с кем оставить ребенка. Как мы вот с Антошей. Но единственное только, что с Антошей у нас никто не остается. Его все боятся. Потому что когда начинается приступ, и девочки наши на площадке это все видели, естественно, друг другу все передали. То есть как, что это. Они, Оленька, мы не то, что мы не хотим, мы просто его боимся. Мне уже 46 год. Ребенок у меня, он один, и я о нем задумывалась. И боюсь, что, ну кто знает, кому сколько. Вот только из-за этого. Пока я жила одна, у меня тоже не было жилья, не было ни родителей, ничего. Я снимала квартиру, и об этом не переживала. Сейчас, вот второй год подряд я переживаю, потому что здоровье уже очень не то. Но об этом не стоит даже. Поэтому мы первый раз обратились в МФЦ, сдали документы. Нам пришел отказ. Нам объяснили, что у вас доход, это ваша зарплата. Как понять, наша зарплата. У меня доход, например, по уходу мне с 1 июля добавили 5 тысяч. То есть у меня теперь 11. Я считаю, что да, нормально. Мы эти 11-12 отдаем за квартиру. Получается, 14 у него. Но это же, чтобы лечить его, а не кушать и одеваться, обуваться. У нас все уходит в него. Поэтому вот, он, как нам говорили, что не овощ. То есть из 10 или из 20 человек, нам даже врач утвердил, понимаете, два ребенка вышли очень легко из синдрома Весты. Сейчас оно маленько у нас опять возвращается. На фоне чего мы не можем понять. Четыре с нам больше. Нет, ты не болеешь, у тебя все хорошо. Мы надеемся, что условия статуса малоимущей все-таки пересмотрят. Тогда Ольга и Антон смогут рассчитывать на свое жилье. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Валар». Смотрите нас также на нашем канале в Ютьюбе и социальных сетях. Смотрите и подписывайтесь. До встречи.